МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что сейчас происходит в регионе, узнаем вместе. С вами Артемий Заварзин. Добрый день. И вначале кратко о некоторых темах выпуска. Недосчеты устраняются. Состояние отличное. Расскажем, что удалось сделать по дорожному нацпроекту в Новодвинске и южнее Густьянах. Тренажеры, полоса препятствий и даже подводный мир. В Северодвинском приморском парке появилось спортивное оборудование. И в учебный год начались работы на свежем воздухе. Около одной из школ Архангельска появился настоящий сад. Кто постарался? В Анеге пассажирское судно капитан Митягин наконец-то направлено на капитальный ремонт. Это произошло после вмешательства прокуратуры. В ходе проверки выяснилось, что Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям Анежского района еще в начале июля заключил контракт на ремонт судна. Срок выполнения работы 60 дней. Однако Митягин не был вовремя отправлен в Архангельск. Прокуратура внесла предостережение чиновнику Анежской администрации. И только после этого корабль ушел на ремонт. Напомним, судно капитан Митягин стратегическое для района. Оно перевозит пассажиров с материка в несколько удаленных деревень, добраться до которых можно только по воде. В Устьянском районе завершились работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А в Новодвинске специальная комиссия проверила обновленные магистрали. Ее вывод – качественно, а главное – безопасно. Несмотря на мелкие недочеты, которые подрядчик устранит за свой счет, центральные улицы в отличном состоянии. Обо всем по порядку. Алексей Шемякин. Как и положено, в таких случаях открывает движение по новой дороге колонна тяжелой техники. Дорожники участок в 8 километров от Костылева до Таргновского городка сдали на два месяца раньше срока. Эта магистраль важна для Устьян. Она соединяет райцентр со многими удаленными деревнями, плюс выход на Котловский район и далее в Володонскую область. Представлен здесь полный комплекс работ. То есть от фрезерования асфальтобетонного покрытия до нанесения горизонтальной разметки уже на новое усовершенствованное покрытие щебеночно-мастичный асфальтобетон. Также выполнены работы в полосе отвода дороги. Это по планировке полосы отвода дороги и восстановлению вододоводных канав. Именно щебеночно-мастичный слой увеличивает срок службы трассы. Строители дают гарантию 4 года. Уже в следующем году дорожники возьмутся за ремонт подъезда к селу Молодоры. Местные жители давно об этом просят. Давно уже дорогу, но пора сделать. Там ездить так невозможно. Залоги платим, машину убиваем только. Обязательно дорогу сюда сделать. Направление на Молодоры включено в нацпроект «Безопасные и качественные дороги на следующий год». Отремонтируют более 12 километров. В настоящий момент уже готова проектная документация и готовится необходимая тендерная документация с целью определения подрядчика уже в этом году. В Новодвинске, конечно, не так масштабно, как в Устьянах, но значимо для города. В этом году основательно взялись за ремонт улиц Мира, Третьи Пятилетки, Солнечная, Бергенникова и Советов. Сделали литой камень, вложили асфальтобетон, щема. Вот у вас здесь это впервые применяется в городе Новодвинске. В городе Архангельске это повсеместно уже все пошло. Все улицы, все обязательно сейчас идет применение асфальтобетона. Очень бедно, мастичное асфальтобетона. Весь ремонт дорожных работ, что был запланирован на этот год, выполнен. По нацпроекту потратили более 65 миллионов рублей, еще 6,5 из бюджета Новодвинска. В этом году было уделено большое внимание и устройству тротуаров. Было уделено внимание и безопасности, то есть заменены и дорожные знаки, восстановлены искусственные неровности. Также около общеобразовательных учреждений установлены новые леерные ограждения. В этом году в Архангельской области в рамках национального проекта приводят в порядок 106 километров дорог. Такой же объем и на 2020-й. План на 2021 год отремонтировать уже 175 километров. Алексей Шемякин, Ирина Марчик, Регион 29. А в Северодвинском Приморском парке появилось спортивное оборудование. Это стало возможным благодаря субсидии более миллиона рублей, что было выделено парку на обустройство из областного бюджета. На эти средства были установлены два больших спортивных комплекса, подводный мир, полоса препятствий, 4 тренажера и информационный стенд. Все оборудование имеет сертификаты. В последующем территория Приморского парка будет благоустраиваться по программе «Комфортная городская среда». И на сегодняшний день сформировано техзадание для разработки проектно-сметной документации для последующего воплощения по этой программе. На территории парка установили оборудование, предназначенное для определенного возраста и веса. Об этом можно узнать на специальном стенде. «Сохраним лес» – это название всероссийской акции «Старт», которую в Архангельской области дали юнормейцы. На территории военно-патриотического клуба «Ордены» 62-й школы областной столицы были высажены кустарники. Акция реализуется по всей стране в рамках национального проекта «Экология», рассказывает Владлина Романова. Школьники, кадеты, юнормейцы, курсанты, представители областного военкомата высадили около 30 саженцев на площадке перед клубом «Орден». Эта акция приурочена к 75-летию Победы, которая будет в следующем году. Ну и она открывает старт всероссийской акции «Живи лес». Архангельская в этом году присоединяется к ней. Калинолистный пузереплодник, что появился на территории клуба «Орден», это декоративный кустарник. Он пышно цветет и морозоустойчив. Я принимаю в этой акции первый раз. Мне нравятся сожжать деревья. Это полезно для природы. Территория возле военно-патриотического клуба «Орден» постоянно совершенствуется. Здесь открыт настоящий военный городок, где есть спортивные сооружения, комплекс для подготовки парашютистов, войсковая полоса препятствий, есть возможность познать азы альпинизма. Почти готов строевой плац, открытие которого запланировано на конец сентября. Это стало возможным благодаря поддержке губернатора и участию в конкурсе «Бюджет твоих возможностей». И такие площадки могут появиться во всех 26 зональных центрах, что работают в области. В 2019 году самыми перспективными оказались муниципальное образование «Приморский район» и город Каргополь. Зональные центры там действительно разработали планы развития и получили серьезную поддержку в программе патриотического воспитания Архангельской области. На 2020 год мы особенные надежды возлагаем на Виноградовский район и Шенкурск. Кстати, присоединиться к всероссийской акции «Сохраним лес» может любой желающий. 14 сентября в рамках выставки «Семья в городе» будет массовая высадка деревьев и кустарников. Начало в 12 часов. Владлена Романова, Алексей Шемякин, Дмитрий Цивкунов, Анна Резвая, «Регион-29». Все материалы этого выпуска в нашей группе ВКонтакте. Адрес на экране. Оставайтесь на телеканале «Регион-29». Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова